привет привет сегодня у меня на обзор вот такой большой пухленький блокнот для путешественника который сделан стиле john journal то есть в нем достаточно много различных украшалок и всяких интересных бумажек которые подходят по теме я заказчица сразу договорилась что если ей понравится она его выкупит если не понравится ничего страшного я просто выставлю этот блокнот на продажу причина такой договоренности в том что сейчас закрыты все магазины и была некоторая сложность в том чтобы в быстром темпе купить необходимые материалы так как из интернет магазинов ждать было долго реальные магазины все закрыты и получается что я делала этот блокнот из своих запасов плюс несколько страничек я еще успела купить плюс я делал электронные странички конкретно для этого блокнота и называется этот набор путешествие по европе потому что девушка хотела прежде всего журнал который будет посвящен путешествие по европейским странам так как она предпочитает именно европейские страны также у нее были определенные требования блокнот должен был быть выполнен в таком винтажном стиле и в темных тонах и это создало определенные проблемы так как несмотря на то что есть наборы бумаги неплохие посвященные путешествиям но они почти все таких более светлых выстиранных немножко оттенках например такие как craft paper то есть у них есть хорошие наборы но они не подходили именно по стилистике поэтому как я уже сказала пришлось делать из того что я нашла у себя в основном обтянута замшей очень приятная на ощупь такая прямо бархатистая поверхность не стала делать слишком много объемных деталей на лицевой стороне потому что все-таки предполагается что этот дневник будет девушка возить с собой несмотря на то что он толстенький также она просила сделать на лицевую сторону обязательно компас и я использовала вот такую вот подвесочку она закреплена на брат и поэтому имеет определенную свободу движения конечно же здесь я не стала делать завязки на кружево или на какие-то ленты потому что это путевой дневник и поэтому я решила пойти по более практичному пути и сделала магнитную застежку вот такой вот хлястик тоже из же из замши давайте смотреть что внутри здесь я не буду слишком подробно останавливаться на каждом развороте потому что это все-таки не альбом просто покажу вам где какие кармашки и секретики спрятаны в этом блокноте так выглядит 1 форзац здесь так большая карта мира но можно конечно еще больше распечатать но мне показалось что она достаточно по размеру далее первая тетрадочка она как видите посвящена праге надпись прага затем рисунок праги и девушка которая гуляет внутри тежики карточки карта основным условием было что должно быть очень много карманов и различных конвертиков в этом блокноте здесь у меня сделаны подвесочки из натуральных бусинок и латунных подвесок поэтому здесь довольно таки много именно пустых страниц для того чтобы было где оставлять записи и также я считаю что если место будет не хватать можно часть страниц будет просто отсюда удалить например те которые не предполагают записи конкретно на них то есть различные картинки также можно отсюда убрать лишние тежики карточки так как их здесь довольно таки много и я их положила с двумя как бы целями первая цель была наполнить карманы потому что но некрасиво выглядит когда они просто пустуют а с другой стороны на каждой из этих карточек можно сделать какие-то записи здесь вот такой небольшой блокнотик далее конвертик конвертик можно какие-то положить фотографии размер как раз подходит для стандартных фотографий 10 на 15 как впрочем и вот такие вот рамочки для фото девушка сказала что она собирается фотографии тоже в этот блокнот размещать но считает что альбом избыточен для фотографий именно про путешествие и она хотела бы именно формат блокнота здесь вот такая подвесочка с эйфелевой башни сама эйфелева башня и странички тоже видите с декором которые говорят о франции здесь еще одна книжечка для записи можно развязать веревочки и либо дополнительно какие-то странички здесь вставить либо наоборот изъять лишние тэжик конвертик с карточкой линованной двигаемся дальше здесь у меня коллаж из оставшихся элементов декора его я делала практически в последнюю очередь потому что надо было куда-то использовать все эти красивые картинки выкидывать было жалко и я решила с их помощью задекорировать одну из страничек а здесь большой карман вот прямо полноценно сюда можно положить карту барселона странички из книги девушка хотела чтобы здесь были странички жульверно но к сожалению мне нет сейчас возможности доехать до маминой дачи а там как раз таки были очень старые книжки жульверно и мне наверно было бы немного жалко их разбирать потому что в детстве я зачитывала жульверном поэтому я взяла вот такие вот странички тоже старой книги и записок князя нехлюдова люцерн я подумала что тоже имеет отношение к европейским городам поэтому можно здесь использовать также как видите картинки посвященный различным видам искусства причем тоже эти предметы искусства были созданы в европе а здесь конверт две подложки для фотографий 10 на 15 в этот раз я не стала с обратной стороны тетрадей делать никаких украшений для того чтобы вот в процессе эксплуатации когда вот так будут странички друг от друга тереться чтобы декор не цеплялся к тому же постаралась избежать слишком уж объемного декора чтобы было удобнее писать здесь тыжики карточки еще один карман и еще сверху один карман то есть такой тройной часть страничек распечатанная часть страничек я украсила уже традиционно с помощью трафаретов штампинга покрасила кофе вот такая рамочка причем видите здесь карточка вынимается а я ее специально так немножко по диагонали туда вставила чтобы было понятно что ее можно вынуть и вставить туда какую-нибудь маленькую фотографию кармашек с тегом очень нравятся мне вот эти вот штампы созданные на основе рисунков майкла пауэлла здесь вот так видите маяк корабль а затем вот такой разворот здесь фотография карточка можно и не одну сделать и вот такие вот конвертики которые можно положить довольно таки большой объем потому что они не слишком такие тонкие еще одна подвесочка с ключиком здесь тоже кораблик прозрачный карман из пленки карточки бумажечки для записок можно билетики какие-нибудь положить еще один маяк только поменьше это из старого советского атласа настоящий раритет то есть в этом блокноте есть действительно винтажные элементы затем такой карман из темно-коричневой мешковины следующая тетрадка здесь карман двойной и в одном из них видите такая книжечка тоже с линовкой можно сделать путевые заметки еще кармашек с карточками здесь странички задекорированы с тематикой лондона также как и вот эта страничка и здесь подвесочка на которой маленькая машинка эта машинка очень напоминает такси который ездит как раз в лондоне карточка вернее так лондон еще маленький конвертик тоже видите с двухъярусным автобусом с печатью лондона и чипборд лондон здесь конвертик ой у меня отлетела скрепка ничего я ее потом верну на место и приколю сюда пока так вложу чтобы он не выпал здесь видите тоже такая старая машинка здесь две фотографии это половинки 10 на 15 принципе распечатывать их нет проблем просто приходишь в ателье если дома сам не печатаешь фотографии и просишь на стандартном формате 10 на 15 напечатать две фотографии здесь рамочка для фотографии полной 10 на 15 затем здесь большой карман нижний цельный в него можно вложить большую карточку и здесь еще два небольших отделения которые прострочены по середине поэтому можно положить сюда что-то маленькое металлическая латунная рамка адвентюр дальше вот такая вот монетка прочитала и задумалась как вообще на самом деле правильно произносится здесь просто декор мне очень понравилась эта стрелочка и я добав дополнила ее мотивирующими надписями марками и фотоаппаратом пизанская башня еще ты жик далее еще кармашек все я уже чувствую мы двигаемся к логическому завершению всей этой истории это тоже карта из довольно таки старой книги но книга историческая документальная что-то вроде учебника и обратная сторона была такой скучной неимоверно что я ее закрыла и сделала здесь большой карман карточка колизей здесь большой тэп который держится на магните то всего достаточно просто отпустить и он сам займет положенное ему место здесь также для записи бумажки тэжики карточки но можно вполне сделать и свое наполнение рамочка для фотографий 10 на 15 и заключение вот такой конверте для различных секретиков которые тоже можно положить много интересных и памятных вещичек и заканчивается монеткой также держится на магните поэтому никаких проблем всем чтобы он находил свое место не возникнет вот такой дневник у меня получился надеюсь вам было интересно его рассматривать вместе со мной подписывайтесь на канал нажимайте на колокольчик чтобы не пропускать следующие видео всех целую обнимаю до скорых встреч пока пока что и